Драки, взаимные обвинения, протесты. На таком фоне в американском Сенате прошли слушания по назначению на пост Верховного Судьи кандидата Трампа Бретта Кавана. В итоге профильный юридический комитет его кандидатуру одобрил. Но это еще не конец истории, которую многие уже называют величайшим позором США. Юлия Ольховская продолжит тему. В коридорах Конгресса накануне кричали, возмущались, рыдали. Как вы можете так поступать со всеми женщинами? Со мной? Посмотрите мне в глаза. Вам просто наплевать на жертв насилия. Вам плевать и на меня. Женщины, которые называют себя жертвами насилия, заблокировали сенатора Флейка в лифте, преграждая ему путь в юридический комитет Сената. Там проходило голосование по кандидатуре президента США на должность Верховного Судьи. А до этого здесь же 9 часов подряд разворачивалась эмоциональная драма. Профессор из Калифорнии Кристин Блейзи-Форд обвинила Брэда Кавана в том, что 36 лет назад тот пытался ее изнасиловать. Насколько вы уверены, что Брэд Кавана напал на вас? На 100%. Блейзи-Форд периодически всхлипывала, заметно нервничала. Ее обвинение невозможно ни опровергнуть, ни подтвердить. Упомянутые ею свидетели в письменных заявлениях отметили, что ничего не помнит. Да и сама женщина не смогла назвать ни место, ни хотя бы месяц предполагаемого насилия. Брэд Кавана настаивает, вся история – выдумка. По его словам, Кристин Блейзи-Форд, он не только не приставал, вообще никогда не встречался с этой женщиной в одном помещении. Это уничтожило мою семью и мое доброе имя. Доброе имя, которое я создавал десятилетиями, тяжелым трудом и служением народу на самом высоком уровне. Я не ставлю под вопрос тот факт, что на доктора Форд мог кто-то когда-то где-то напасть. Но я никогда этого не делал. Ни с ней, ни с кем-либо еще. За спиной Кавана сидела его супруга. В глазах юриста появились слезы, когда он упомянул о своих дочерях. Как объяснить им, подросткам, что происходит? Пресса раздула скандал до такой степени, что подробности на обложках почти всех американских газет. Кто прав и кто виноват? И чего здесь больше, криминала или политики? Демократы критикуют Трампа, республиканцы – демократов. Вам нужен честный процесс? Здесь вы его не найдете. Это не собеседование при устройстве на работу. Это ад. Из-за подобной дребедения хорошие люди не смогут выдвинуться. Еще недавно сенатор Грэм грозил России санкциями, а теперь и его самого заподозрили в связях с Москвой. Дескать, слишком яростно защищает кандидата Трампа. Драма, по сути, закончилась ничем. Истина не установлена. И юрист, и профессор были одинаково убедительны. Пока в Сенате шло заседание, рядом с Конгрессом собрались протестующие. Они требовали остановить голосование и привлечь к делу ФБР. Юридический комитет рекомендовал все же утвердить Кавана в должности. Но под нажимом общественного мнения, итоговое голосование отложено, ФБР все же начнет расследование. Дональд Трамп прокомментировал ситуацию коротко. Я за то, что лучше для страны. Думали ли вы о замене кандидатуры Кавана? Нет, это ни к чему. Ни у кого в Вашингтоне не вызывает сомнения политическая подоплека скандала. Впереди выборы в Конгресс. Нью-Йорк Таймс цитирует бывшего советника Хиллари Клинтон. Чтобы вырвать Верховный суд из когтей Трампа, необходимо предпринять два непростых шага. Во-первых, заблокировать кандидатуру Кавана. Во-вторых, сражаться насмерть, чтобы вернуть контроль над Сенатом. Если Кавана выбывает из игры, полдела сделано. Если отвоюем Сенат, сможем блокировать всех ультраконсерваторов из списка Трампа. И неважно, какие методы и кому расплачиваться за эту предвыборную игру. Ставки велики. Происходящее в Вашингтоне весьма символично описал сенатор Патрик Лейхи. Я чувствую себя как Алиса в стране чудес. Во все это сложно поверить. Это какой-то сюрреализм. Юлия Ольховская, Александр Титрашвили и Наталья Лобанова. Первый канал. Вашингтон.